В каждом лесном хозяйстве обязательно держали собак, и промысел был намного успешнее. Если охотник не один, а с помощником, животные помогали человеку по своей специальности. Они стерегли оленей, охраняли дом, помогали человеку в охоте. Для охоты коренные жители могли держать до 12 четвероногих, обучая каждую собаку по своему звериному следу ходить. Содержание большого количества собак требовало специальных построек, поэтому рядом с жилым домом обязательно располагались домики для собак. На Мансийском их называли кутью в кол. Для защиты от дождя и снега им ставили под наклоном половину долбленной лодки, либо конические шалашики из шердей, покрытые сверху берестой, либо дощатые будки. Чтобы защитить собак от мороза и снега, строили небольшие в 2-3 венца бревенчатые домики с двускатной крышей, утепленные мхом. О подношениях охотника с собакой ярко говорит существующее у коренных жителей Севера правило. Если собака нашла зверя, ее нужно стрелять, иначе будет стыдно перед ней.